Прозрачность информации о кибератаках на финансовое учреждение поможет быстрее нивелировать ряд проблем с информационной безопасностью и изучать новые схемы хищения средств. Об этом заявляют сразу ряд аналитиков на Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы. С места проведения события с озера Банова на прямой связи шеф-редактор телеканала РБКО ФА Кирилл Кукош. Кирилл, здравствуй. Эта самопрозрачность как раз и обеспечивает Финцерт. Да, Екатерина, приветствую. Именно этот департамент, Финцерт, созданный в Банке России менее чем год назад, если я не ошибаюсь, летом прошлого года. Именно он и обеспечил такой рост, так скажем, выявляемости, как говорится, киберпреступлений. Их количество увеличилось из-за новых исследований практически в два раза. Но как раз таки хочу отметить, что рост не произошел. Произошла именно выявляемость этих преступлений, потому что сейчас банки и любые кредитные организации должны отчитываться в Центральной банке. И как раз таки вот этот департамент, Финцерт, занимается обработкой соответствующих данных. В первую очередь, конечно же, информация поступает о кибератаках с целью хищения денежных средств, либо личных данных как клиентов, так и юридических лиц. Что касается последних, так вот количество кибератак именно на юридические лица значительно возрос за последнее время. Сейчас появление Финцерта, ну в общем-то, заставил банки держать свой дом, свое хозяйство, свое производство в чистом виде. И не заметать ссор по углам, а спокойненько отправлять его на переработку в компетентные органы. Ну вот отмечу также, что из-за большей выявляемости статистика взлетела практически в два раза. Но специалисты, опять же, повторяют, что это выросла, так скажем, раскрываемость таких преступлений. Также в целом эксперты говорят, что Россия все-таки делает постепенные шаги к цифровой трансформации. Все больше компаний внедряют системы защиты от атак на информацию, либо на финансовые средства. И опять же повторюсь, что упор в будущем будет в первую очередь на биометрические технологии, которые уже используют около 60 банков России. Также пока на практике выходит так, что опыт других стран по защите персональных данных и информации практически не используют даже соседи. И вот здесь, на пленарной дискуссии на озере Банном, на Уральском форуме по защите информации в финансовой сфере, говорили о том, что необходимо создать единую мировую систему по защите информации, в первую очередь банковской информации. Но вот пока все действуют и защищаются в рамках своих компетенций, так скажем, в рамках своих сил. Спасибо, Кирилл. Это был мой коллега Кирилл Кукош и последние новости с Уральского форума, который проводит Центробанк на этой неделе в Башкортостане.